Ритуал — это всё гвозь, на которую человек вешает своё намерение. Человек не может поверить в то, что он просто сознанием может воздействовать на реальность. Ему нужно сказать, что нужно потереть кроличью лапку, на полнолуние, что-нибудь сказать, плюнуть через левое плечо, и тогда да. И тогда он верит не в себя, а в ритуал, но работает-то его намерение при этом. Это его сознание работает. Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители канала «Перехват управления». У нас по скайпу Алан Мамиев, социальный доктор. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Перехват управления». Алан, у нас сегодня такая тема с вами. Почему при рождении у человека отключается память? То есть он не помнит прошлых рождений. Мы с вами уже сразу берём изначально, что реаккарнация существует. Почему? Вы решили, Виктория, с козырей зайти. Почему? Над этим вопросом многие себе голову ловают, почему так происходит. На мой взгляд, это как бы... Я считаю, что это правильно. Потому что, во-первых, эту память можно восстановить. Это плод усилий является. А второе, что у вас тогда... Вы понимаете, когда вы помните всё это, и предыдущий опыт над вами давлеет, вы в своей жизни будете выбирать пути, уже запрограммированные определённые вашим предыдущим опытом. Правильно? Уже как по колее будет идти. А так каждый раз что-то новое, небывалое происходит в вашей жизни. И опять же, эту память можно восстановить. Сейчас огромное количество всяких техник, практик есть, как люди погружаются в себя и это всё дело интегрируют. Но это опять же какой-то уровень их роста сознания, какого-то духовного роста. Зачем человеку это помнить? Опять же, он часто бывает негативный, часто бывает просто какой-то бессмысленный. А так с чистого листа даже интереснее. То есть такой чистый эксперимент? Да, конечно. Ведь задача же в чём? Получение нового опыта, нового небывалого. А если вы постоянно живёте по одной программе, то есть вы как будто по колее идёте, понимаете, как река, которая течёт в русле. И это русло, с одной стороны, оно и помогает, а с другой стороны, ограничивает её манёвр. Она не может потечь вправо, влево, вверх или ещё куда-то. Она всегда будет течь в направлении, заданном руслом. Вот этот предыдущий опыт, это и есть то русло, которое над нами давлело. Вот это дело и отключают. Давайте вперёд по новой. Я также считала, что это большой дар человечеству, потому что если мы будем помнить все страдания, все потери, все привязанности, то просто человечество может сойти с ума, если всё это помнить. Ну с ума-то оно может и сойти, там же не только негативный опыт, и позитивный тоже. Но просто нет нового небывалого тогда, понимаете, это вот творческий момент пропадает, потому что ты уже, как сказать, будешь общаться примерно с одними и теми же людьми, ты же помнишь, да, ты же будешь примерно одним и тем же заниматься. В чём развитие? Скучно, понимаете, так интереснее. Но память вот наших талантов, да, то есть мы, допустим, кто-то играет на фортепиано великолепно, и он там в два года память эта возвращается, и девочка, например, я видела видео, садится и начинает играть. Ну вот информация – это одно. Ну вот смотрите, вот фильм, да, помните «Матрица» была, когда Нео там кунг-фу научили драться его там. Но его же научили драться его сознание. Для того, ну, например, тебе во сне загрузили флешку с какими-нибудь там, не знаю, ты умеешь кунг-фу заниматься, или там, я не знаю, боксёр там, Майкла Тайсона флешку вытащили, и вам в голову вставили, Виктория. Но вам же нужно ещё тело своё подогнать под эти все параметры, понимаете? Одно дело – иметь такой вырождённый музыкальный слух, который она могла как информацию перетащить, да, но другое дело – научиться пальцами это всё делать, то есть синхронизировать это со своим сегодняшним телом, со своим сегодняшним аватаром. У тебя могут быть пальцы толстые, либо кривые, либо короткие, понимаете, доставать не будешь. Там же длина пальцев большую роль пианистов играет. То есть куча нюансов ещё есть. Как это всё дело интегрировать в себя, в сегодняшнюю реальность. Поэтому помнить можно, люди языки помнят, ещё что-то помнят. Есть разные практики при погружении в себя, и ты вот этот опыт интегрируешь. Но опять же не весь этот, который надо. Понимаешь? Алан, скажите, а чем мистика отличается от оккультизма? Просто люди так пугаются оккультистов, оккультизма, слова самого. Почему они пугаются? Понимаешь? Это же кто определяет, кто хороший, кто плохой. Понимаешь? Как чёрные маги, белые маги. Кто из них определяет, кто из них чёрный, кто из них белый? Вот как... Кто из нас сейчас определяет, кто является фашистами на Украине? Вот мы определяем, что они являются. Они считают, что мы являемся. Всё зависит от точки зрения. Понимаете? Есть только энергия, есть только сознание, и есть люди, которые его каким-то образом используют. Да, эти силы. Наши для нас всегда хорошие, понимаете? А тот плохой, это будет оккультист. А мы духовицы, понимаете, просветлённые. Они, значит, плохие оккультисты. А мы вот такие просветлённые, воины света. А у них наоборот. Что было на пряжках написано у вермахта, у солдат? С нами Бог. Понимаете? С ними Бог. Они так были уверены. Кем считают себя американцами? Воинами света. Кем считают себя украинцами сейчас тоже? Воинами света. А мы себя кем считаем? Тоже воинами света, понимаете? И две армии света готовы стереть мир в ядерном огне. Поэтому все эти вещи довольно субъективны. Просто есть люди, которые имеют взаимодействие с этими силами мира невидимого, а есть, которые не имеют. Понимаете? Для меня это только имеет значение. Как они это используют? Ну, в зависимости от их эго. Да? Если у человека гипертрофированное эго, ну, он, во-первых, доступ к большим силам не получит. Это ладно. Но даже к тому, что он имеет, он будет пытаться кого-то разрушать. Понимаешь? Транслировать свои вот эти страхи во вне в виде агрессии, в виде еще чего-то. Вся эта черная магия бытовая в основном. Да? Она же на этом строится. Да? Вот эти всякие там колдушки, там, ведьмочки, там и всякие прочие. Это женщины с какими-то там душевными травмами, понимаете? Недолюбленные или еще ничего-то недоделанные. Понимаете? Доступ к силе получают. Начинают мстить. Кому? Свои какие-то проблемы жизненные. Но это мелкий, низкий уровень. Но в другом уровне, как бы, там, мне кажется, очень гранито стирается вообще. Ты либо умеешь, либо не умеешь. Все. Все остальное – это разговоры в пользу бедных. Ну, насколько я знаю, что магия в этом мире запрещена сейчас пользоваться. Кем запрещена? Более высшими силами, которые есть. Ну, это то, как сказал. Высшие силы. Поэтому у нас и отобрали эту способность. У кого отобрали, Виктория? У вас лично отобрали? У кого ее отобрали? Ну, человечество. Ну, кто вам такое сказал? То есть вы хотите сказать, что на сегодняшний день этих людей не существует здесь, да? Я думаю, что они существуют, но заниматься этим нельзя. То есть они идут против воли, скажем так, высших существ. Вот украинские ведьмы считают, что они сейчас родину защищают. Используют силы мира невидимого, как они считают, для защиты вот своей территории. Они плохо делают или хорошо? Курирует их всех там Арестович такой известный сейчас общественный деятель у нас. Понимаете, русский патриот, который стал. Он курирует всех этих ведьм на Украине. Там это все курируется военной разведкой украинской. Там это все дело очень организовано, понимаете? Украинские ведьмы – это отдельная категория. Кто жил на Западной Украине где-нибудь в Прикарпатии, прекрасно понимает, о чем идет речь. Люди способные, талантливые, с огоньком, так сказать. И много чего могут. И они как бы сейчас тоже вот в строю. А наши все товарищи, представители разных структур, которые это все дело изучали еще с начала советской эпохи, да? И как бы никуда не делись, никуда не делись, тоже есть. Ну, это вот ты карты Таро, представляешь, как карты Таро выглядят? Вот там есть четыре масти основные, да? Вот игральные карты – это же упрощенная система Таро. Вот эти карты Таро – это система управления нашего мира. Там заложено правила игры. Вот люди же играют в игру, ну как тебе правила объяснить? Вот как тебе, Виктория, объяснить правила? Ну тебе дают какую-то игру, и на основании этой игры ты понимаешь правила. Мир, в котором ты живешь. Такая уменьшенная копия. Кто кому-то шахматы навязывает воинам, понимаете? Такая простая схема. Значит, ты мне, я тебе там, ну, незамысловатая, так скажем. А вот карта – это более сложная, и она более отражает нашу действительно систему управления. И вот там, в этих картах Таро, если не брать старшие арканы, старшие – это отражение мира невидимого, а вот младшие арканы. Друзья, я не специалист по Таро. Я как-то вот, у меня свои способы как-то получения информации, в том числе по этой истории. И вот там есть мечи, меч – самое главное. Это система воинская, да? Смотрите, все войны, да? Иерархия там. Она вся сходилась всегда к саксам. Грубо говоря, у королевы Великобритании был меч верховный в этом мире. И они, как бы, верховная силовая власть у них была. В том числе, там, эти англосаксы, американцы. Ну, это все же туда сходилось, да, в конечном. Меч был у них на этом сакральном уровне. И это еще со времен этого короля Артура, ихнего легендарного, который вытащил меч из камня, да? Вот он вытащил его туда, и вот они как-то в мире эту власть заимели. Когда прошлая матрица запускалась, перераспределение сил получилось. Монеты – это материальные ресурсы. Это вот у сынов дома Израилева, мы прекрасно понимаем, да? Золото и все, что с этим связано. Посохи – это ритуальщики. Это жречество, но ритуальное жречество. Ну, это ритуальщики, да, это вот Ватикан. Посох главный был у них, и они эти посохи раздавали. Потому что мы же понимаем, что все остальные, там, церкви – это так или иначе филиал Ватикана, понимаете? В той или иной форме, да? Ну, можно с этим, конечно, спорить, мое субъективное мнение. Ну, это так вот, ритуальщики. Они с посохами с этими и ходят. Одни с посохами, другие с мечами, третьи с монетами. И вот на флаге у меня тоже, понимаете? Белые, желтые, красные. И тут возникает вопрос, а четвертый где вот эти чаши? Вот эти чаши – это и есть магия. И они всегда находятся в тени. Они даже в кастах себя не обозначают. Нас как бы нету. Вот есть три. Воины, там, эти жрецы, вот эти с посохами. И вот эти материальные благоварищи. А четвертый? У тебя там четыре цвета, еще черный. Да. Почему черный? Потому что черный. Понимаете? Это вот там. Потому что их олицетворение всегда там в силу хаоса, там, ночное небо, там, еще там разные, разные размышления есть на этот счет. Но у кого-то эта чаша в мире тоже есть. И вся эта культурная сфера, все вот эти вот жабы, квакающие нам поющие песни с экранов телевизора, вся эта актерская среда, вся эта так называемая творческая интеллигенция, которая управляет сознанием. А технологии управления сознанием разные есть. Музыка – это что, не магия, что ли? Это прямое управление сознанием. В обход, то есть на подсознание, в обход сознания программы вбрасываются. Это все же там есть. И все они вот как бы находятся в тени этого процесса. При этом они управляют сознанием как одних, так вторых, так и третьих, понимаете? А те, эти как бы их нет. Но они же есть. У кого эта чаша была верховная? Для меня это самый большой вопрос. Мне так интересно, когда ты там размышлял, тот-то расклад понял, а у кого чаша была? Понимаете? Кто верховную магическую власть имел в этом мире? Есть ответ? Нет, только догадки пока. Я подозреваю, что после крушения Византии, она там была, эта чаша, да? И это же все еще ко временам, ну вот Иисуса же туда, да? Тогда же загружалась эта матрица. Правила тогда были созданы. То есть вот это вот копье судьбы, да? Силовая власть, которая власть силовую давала в мире, и вот за которым все эти правители вечно гонялись. Архетип его, да? Золото, этот Матфей, который все эти монеты собирал, да? Посохи, которые вот Петр, да, создал церковь, кто? Иисуса создал, да? И фактически этот посох ему дал. И вот чаша, так называемая, грааль или что, когда там его убили, да, копьем там, в чашу собрали эту кровь, понимаешь, жертвенную, по сути. Грааль такой знаменитый, да? И вот тогда распределение силы получилось. И каждый взял свое что-то из этой всей истории. И борьба на серьезном уровне идет вот за вот эти вот вещи, понимаете? У кого будет верховная власть в одном из каких-то направлений. Ну тут сама игра завершилась. И то, как англсаксы потеряли уже свой меч, это уже, ну, видно, понимаете? И то, как евреи теряют свою власть, это что же видно? Сейчас эти квантовые компьютеры перехватят у них алгоритмы. Это игра закончилась. То есть была игра, была эпоха. Игра закончилась. Соответственно, появляется новая игра и новые правила. Никто не знает, что будет за игра и какие будут правила, понимаете? И все это вот метание наших граждан разных, понимаете, в поисках машаахов и других пророков. Это же поиски людей, которые новые правила принесут. В прошлый раз принесли правила. Сказали вот такие правила, бутын-тын-тын-тын-тын. Все поняли, да, погнали играть. Кон начался. Кон закончился. Какие будут новые правила, никто не знает. И идет перераспределение сил. И все они утратили свою власть, в том числе и эти маги. Понимаете? Это чаша ихняя, которую они там таскали тысячелетиями, да? Друг другу передавали, за которую воевали. Играли этот легендарный. Он тоже свою власть какую-то утратил. Вот опять же мое субъективное мнение. И сейчас эпоха, когда правила меняются. Потому что игра сама меняется. И кто расскажет, какая будет новая игра и какие будут новые правила в этой игре. Тут и будет молодец. То есть нужна новая игра? Она не нужна, она будет. Ну, игра это же... Не надо вульгарно понимать, что люди играются в игры. Вот сменилась эпоха. Энергетические какие-то потоки вселенной изменились. 2000 лет, прецессия, да? Мы же понимаем, что повернута в другую сторону немного планета. Все это поменялось. Как это донести до обычных граждан? Ну, вот с помощью таких вещей доносят. С помощью игр в том числе. Новые энергии пришли, новые какие-то ощущения, новые знания для человечества. Новое правило. Новое правило. Будет новое правило. Что нужно России, чтобы воспрянуть? Чтобы сыграть в эту игру и выиграть? Нам нужно создать свои правила, свою игру. Прошлую игру, прошлый кон этот, грубо говоря, запустили. Это деблейская средиземноморская цивилизация на Ближнем Востоке. Запустили этот кон той игры. И вот вы делали там с Ролином Френкелем, да, вот недавно видео. Это же как раз они эту игру запустили. И они внутри этой игры чувствуют себя, как рыба в воде. Но тоже же видно, что люди в тревоге находятся. Почему? Потому что тот ресурс, который у них был, этот монет, этот финансовый ресурс, он у них из рук ушел. Да, это еще по инерции работает. Да, это еще как-то идет. Но если бы это все было бы, как оно раньше было бы, то никакой Палестины бы давно уже не было, понимаете? И третий храм бы стоял, и Машаха уже бы давно все встретили. А этого же не происходит. Соответственно, их ресурсов всего колоссального недостаточно. Ни англосаксонского меча, которого тоже, по всей видимости, у них уже нет. Потому что если бы он был, мы бы уже на Украине проиграли. Потому что этот меч даже на их стороне был. Что привезли англосаксы, подарили в 43-м году Сталину, как символ признания ему. Они ему подарили меч. Типа, вот ты молодец. После Сталинградской битвы они подарили ему меч. От короля того, в Великобритании привезли Сталину. Черчилль с Рузвельтом. Понимаете? Как бы показали, да, молодец, ты вот тигр, на тебе. Понимаете? Потому что у них главный меч. И они силовую власть в мире осуществляли. По разным моментам. А эти финансовую. И это все обнулилось, понимаете? Вот эта династия сейчас обнулилится. Карл умрет, у них там перераспределения пойдут. Потому что этот сын уже непонятно, как себя будет вести. Сын Чарльза, сын принцессы Дианы. Потому что Диана-то она из стюартов. А стюарты это тот род, который как раз уничтожен был Виндзорами. Что мы с тобой обсуждали, династия и конец. Вот эта династия и конец может быть уже, понимаешь? Он уже видно. Может быть, просто иудеи пошли неправильным путем. И они могли бы построить, как он сказал, что не было цели построить красивый, прекрасный мир. Странно, почему им дали знания, а они не понесли его в народ людям? Ну что же дали? Они взяли. Ну что же дали? Власть не дают, власть берут. Они ее взяли. В тот момент. Когда они этих программистов, грубо говоря, которые пришли на Голгоф, это три креста было, понимаешь? Приколотили их гвоздями. Людей, которые как сейчас ждут же там в Машиаха или кого-то, да? То есть какие-то пророки, которые люди, которые перезагружают эту матрицу. Матрица перезагружается, приходят люди, которые обозначают новые правила. Их присылают, сказали, принесите людям, объясните, как теперь будет по-новому. И они их взяли, гвоздями приколотили, понимаешь? Вместо того, чтобы какое-то почетное уважение оказать. Нам по мифам так рассказывают. И разодрали эту силу, понимаешь? И поделили на четыре части. И вот каждый стал свой кон рулить. Дорулились. Эпоха закончилась. Теперь им страшно, конечно. За это же отвечать придется. Эпоха закончилась. Не до конца понимают, мне кажется, люди, что такое закончилась эпоха. Это космические основания. И новые правила игры, которые никто не знает. А старые сыпятся, они пытаются по старым правилам играть, но не работает. Вот Андрей Петрович 9, что там в карты играет, а карты там младшие арканы Таро. Вот эти карты, в которые они играют, там младшие арканы и старые. Эти бубны, трефи, черви, пики. Это вот младшие арканы. Вот они эти младшие арканы и юзают. Поэтому правильно вся британская аристократия играла в эти бридж, в эти карты. Китайцы играют в карты, потому что они знают, что это базовая игра. Не шахматы, а карты базовая игра. Вы в элите. Потому что это младшие арканы от Таро. Более продвинутые. Уже начинали понимать, как старшие арканы работают. Это уже силы мира невидимого и взаимодействие там. Кто понимал, как это работает? Не гадать. Это не для гадания штука. Это система мироустройства была. И в печку. Другие правила были. Другие игры какие-то есть, кроме карт? Появятся. Я думаю, что в данной истории очень большую роль будет играть искусственный интеллект. То есть он будет один из участников игры. Каким образом? Он же думать не может, только считать. Вот вопрос возникает большой по поводу квантовых компьютеров. Я не очень большой специалист в этой технике. Но я понимаю, что оно действует на принципе квантовой запутанности. Да? Вот этой квантовой запутанности. Там другой принцип действия, чем в обычных компьютерах. Там принцип действия другой. Другие алгоритмы. В какой момент эта мощность компьютера дойдет до того, что через этот компьютер эти силы мира невидимого начнут воздействовать? Через ту же самую квантовую запутанность. Воздействовать на компьютера, соответственно, и дальше. Понимаешь? Понимаешь? Нет? Я понимаю, ты хочешь сказать, что, скажем так, более высшие какие-то силы, может быть, даже низшие, они будут действовать через компьютеры. То есть непосредственно влиять. Через квантовые. Там алгоритмы такие. Да, там сам принцип этого компьютера, понимаешь, позволяет это делать. Потому что весь этот информационный мир, он же построен принципом этой квантовой запутанности. Эти эксперименты проводят, на частицы взаимодействуют, они одинаково реагируют, неважно на каком расстоянии. Это же принцип этой квантовой запутанности. Они на этом принципе сделали аппарат. Но у меня тогда другой вопрос. Зачем такие сложности, если они могут и через нас воздействовать? Могут, если человек слышит волю неба, понимаете? А он ее перестал слышать. Что такое воля неба в человеке? Это же философская история. Битва людей против богов. То есть человека был... То есть, представь, что человек такой, тоже биокомпьютер, да? В нем был алгоритм управленческий. Как силы мира невидимого, человеком управляет через совесть. Когда жречество поняло, что напрямую человеком управляет через совесть, тогда, и чтобы перехватить управление, что нужно сделать? Нужно эту совесть заглушить. Ее нужно выключить. И они начали технологии вводить, там, алкоголи, разные-разные темы, чтобы эту совесть в человеке отключить. И тогда, чтобы они стали жрецы этим управлять процессом, понимаете? Не бог, там, какой-то, не знаю, ангелы, там, предки. А эти жрецы управлять начали. То есть человеку эту совесть нужно отключить. Это голос бога. И все, какое управление тогда идет. И они стали управлять. Теперь у них перехват управления осуществляет. Ну, то есть жильцы были неправильные. Власть и деньги. В них победила одна простая программа. Довольно простая, тупая. Вот она у них победила в их сознании. Власть и деньги. Власть и деньги, власть и деньги. Вот они, соответственно, максимальную власть и деньги имеют. Самый богатый банк в мире – это банк Ватикана. Но это Кали-Юга. Если закончилась эпоха, то Кали-Юга закончилась, получается. Кали-Юга. Она идет 400, сколько-то, 30 тысяч лет. А началась она после битвы на Курукшетре. Ну, это 5 тысяч лет назад, пусть будет. Вот еще 430 тысяч лет. Там непонятно, в чем они считают, понимаешь? И чье это время, на самом деле? И как время изменилось? Время же тоже меняется. Вот в чем они считают? Всегда же вопрос, в чем считаете вы? Вот сейчас всякие типранунаков книги читают. Они там 3600 лет жили. Ну, в каких годах это посчитано было, понимаете? В земных годах, в каких-то годах. И что имеется в виду под словом «год»? Что они в это понятие вкладывают? Для нас понятно. Это оборот Земли вокруг Солнца. А если с другой стороны кто-то прилетел и что-то там пишет про года, что имеется в виду? А то, что эта темная эпоха закончилась, да, вот эта ночь с Варага, мне это больше нравится определением, чем Кали-Юги там и все прочее. Ну, ночь с Варага закончилась. Если ночь закончилась, значит, должен наступить день или... Рассвет. Вот, да, вот мы сейчас как раз и присутствуем при этом рассвете. Самое темное время всегда перед рассветом бывает. Значит, поэтому истерия. Потому что, ты понимаешь, это же энергия. Это можно кому-то там, мы с тобой далекие люди, да, мы не понимаем, как эта чаша их не магическая работает. А тот, кто с ней работает, он же понимает, что она уже не работает. Понимает. Тот, кто с этими материальными благами взаимодействует, он же понимает, что нет этой силы уже. Она же оккультная сила. Почему на долларе там все эти оккультные символы? Ну, это же... Товар превращается в деньги, деньги превращаются в товар. Главная магическая формула в капитале Маркса, понимаете? Никто же это не вдумывается. Там главное, что это... Деньги превращаются в товар. Видишь, превращаются. Как это превращаются? Вот так вот превращаются. Вот ты сам сказал, что магия уже не действует. Вот мы как раз при этой смене эпохи присутствуем, понимаешь? Кто ведет правила игры, кто в новую игру ведет, тот и молодец. Они для этого пророков ждут. Они для чего им нужны? Чтобы пришли какие-то люди и сказали, вот сейчас будет игра такая там. Вот такая, понимаешь? Правила вот такие-то. Ну, хорошо, современная квантовая физика. И все, что она там вытворяет. Это что? Это, скажем так, элементы, которые мы раньше не видели, но они всегда существовали, а сейчас просто наука их доказала. Ну так вот это и есть магия. Телефон для какого-нибудь индейца в джунглях – это что? Это чистая магия. Для них магия – это все, что непонятное. Это магия. И это непонятного становится все меньше и меньше, потому что наука выдавливает это. Ритуалы эти все для чего нужны? Для чего нужны ритуалы? Там одна функция у любого ритуала, чтобы человек просто поверил в то, что это возможно. Это убеждение самого себя. Как один человек умный написал, это все, говорит, ритуал – это все гвозь, на который человек вешает свое намерение. Человек не может поверить в то, что он просто сознанием может воздействовать на реальность. Ему нужно сказать, что нужно потереть кроличью лапку, там, на полнолуние, там, что-нибудь сказать, плюнуть через левое плечо, и тогда да. И тогда он верит не в себя, а в ритуал, но работает-то его намерение при этом. Это его сознание работает. Когда он начинает понимать, что это он просто своим сознанием воздействует на реальность и своей энергии, тогда, конечно, ему эти ритуалы все не нужны. Вот эти ритуальщики с посохами – это вот и есть наши эти все ритуальщики. Это что такое? Вот приходишь в эти все официальные религиозные учреждения, это же ритуалы чистые везде. Это все ритуалы. Вот эта вот одежда им всем помогает? У нас в ритуальных одеждах не только церковники и там миноречики, да, у нас еще и судьи одевают определенную одежду. Для чего они это все делают? Это же цирк, вот если посмотреть уже таким современным здравым взглядом. Ну, это же просто переняли западные модели. Это же орденские структуры были. Вот судейский корпус – это какая-то орденская структура, у них знаки отличия, эти, ну, там, сутаны эти всякие, там что-нибудь там на себя одевают. Это просто взяли и как бы вслепую переняли у западных товарищей. А там это орденские структуры были. И пытаются тоже так стать орденской структурой. То есть так время идет, а они все там же? По старым правилам. Они играют по тем правилам. Это общие правила для всех. Понимаешь, когда ты хочешь быть частью этого цивилизованного мира, который они выстроили на четверых, понимаешь, ты должен играть по их правилам. Хочешь играть с нами – садись с нами. Они же карточный стол истории называют. Вот хочешь, как бы, не знаю, русский, вы хотите, как бы, с нами быть? Ну, вот играйте в карты. Не нужно там ни ваши шашки, ни ваши, я не знаю, нарды. Вот в карты давайте. Соответственно, это же правила игры. Ты начинаешь играть по их правилам. Создавать у себя масонские ложи, тут филиалы. Создавать там определенным образом судейский корпус. Все это по их лекалам начинаешь действовать. Экономику по их лекалам. Потому что ты играешь по их правилам. Армию по их правилам создавать. Что сделал Сердюков? Он создавал армию по натовским стандартам. Мы начинали играть по их правилам. Ну и вот доигрались. А магия – это разум. Понимаете, вот, ну, магами, кого называли на Востоке, это вот жрецы, зороастрийские, это маги. Там вот до сих пор маги называют. Слово «оттуда пришло». Когда вот нам перевели, что три волхва пришло к Иисусу, когда он родился, а к нему пришли три мага в оригинальной версии текста, понимаешь? Это жрецы персидские, вот там, их маги называют. Это люди знания просто, люди знания. Просто когда человечество деградировало, то люди знания – это какое-то чудо становилось, понимаете, сверхъестественное. Но сейчас наука, она всё меньше пространства для этого всего оставляет и объясняет многие вещи. Квантовая физика объяснила, как сознание влияет на реальность. Она это объяснила и показала, как сказать, экспериментальным путём. И сейчас люди, которые этим всем занимаются, увлекаются, огромное количество текстов по этим историям написано. Ну, когда-то, 10 лет назад, не знаю, ладно, 100 лет назад, это можно было назвать магией. А сейчас это называется позитивное мышление и воздействие с помощью намерения на окружающую тебя квантовую реальность, понимаете. А раньше называлась магией. Что называть магией? Ритуальность эту. Ритуальность – это просто способ в себя поверить. Вот это всё нужно, чтобы человек в себя поверил. В сеть весь этот антураж, там, дым, чего-нибудь там ещё. Это всё, чтобы он в себя поверил. Когда он в себя верит, включается его намерение. А если он просто так в себя начинает верить, понимаете, сомнения в себе теряет, тогда он просто начинает взаимодействовать с намерением, ему весь этот антураж не нужен. Потому что весь этот антураж – это просто гвозди, на которые человек вешает своё намерение. Вот и всё. Много таких людей, которым не нужны вот эти внешние атрибуты? Ну, не так много. Это же проблема с эго связанная большая. Понимаешь, для того, чтобы так делать, тебе нужна непосредственная связь с этим миром невидимым. А что тебе мешает с ним взаимодействовать? Эго мешает. Когда человек от своего эго избавляется, связь становится всё лучше. Ещё избавляется, ещё лучше становится. А отбавляться от эго человек не хочет. Потому что он считает, что это есть его личность. Я вот Алан такой-такой-то, всё, что я о себе думаю. Понимаешь, от этого всего нужно избавиться. А как это сделать? Это как самого себя из болота за волосы дотаскивать. Примерно то же самое. Поэтому это всегда через травматичные всякие моменты происходят. Жизненные проблемы или какие-то практики с глубоким погружением и разрушением своей личности. И потом пересборкой. А кто это хочет этим заниматься? Проще же прочитать книжку какую-нибудь. Там, знаешь, дунул, плюнул, кроличью лапку на шею повесил и молодец. А с собой ничего при этом не делаешь. Потому что вот эта магия, эта бульгарная, про которую вы говорите, это попытка что-то делать с миром. А то, что мы говорим, это надо делать с собой, понимаете? Не с миром. С собой надо что-то делать. И тогда у тебя появится связь с этим миром, в котором ты живешь. И как бы все начнет происходить просто там по силе намерения. Мир автоматически не будет меняться. Да. Они не хотят ничего с собой делать. Хотят с кем-то что-то делать. Понимаете? Кого-то спасти, кого-то вылечить, там, кого-то чему-то там, не знаю, что сделать. Но вот эти вот ведьмы украинские, они именно этим действуют? Они этим действуют. Они действуют много чем действуют. Они обрядовые действуют. Они мощные очень. Они очень мощные. Они не слабые. Они способные. У нас на Руси остались еще волхвы? Они остались, но их сильно подзачистили. И в советское время, и вообще потом по дуркам сажали. Ну, их сильно зачистили. У меня знакомая была, она в Мордовии. Ну, они сами, ну, Мордва, народ, да, там. И они в Красноярском крае, она там уже родилась. В какой-то деревне. Деревня, говорит, называлась Черная Кома, Алан. Я говорю, а что она так называлась? А, говорит, всех колдунов и ведьм, говорит, со всей Мордовии, говорит, собрали, короче, и посадили. И вот там, типа, колония-поселение у них была в Красноярском крае. И вот там уже мама родилась, мы там тоже вот выросли. И вот они там очень способные были, но их вот не выпускали за пределы этого. То есть народ оторвали от этой всей истории, а на Украине не смогли. На Западной Украине поздно пришла советская власть и вот эти вот, как сказать, той страсти на истребление инакомыслия уже в те годы не было. Это 50-е, 60-е годы, понимаете? А по нашим 20-е, 30-е прям сильно прошлись тогда. Потому что сами это понимали тогдашние чекисты, да? И они сильно выпилили тогда. Но все равно кто-то остался в любом случае. Кабала насколько сильная? Ну, слушай, потому что они правят финансовой системой, это же цифровизация, все цифры, цифры, цифры. Они вот этими цифрами и рулят. Кабала, это же про цифры. Магия чисел. Магия чисел. Понимаешь? Она и помогает, это инструмент, это их правила игры, в которые никого не посвящают. Это их часть знания. Как часть знания саксов искусство править и убивать, понимаешь, как бы, так у них часть знания в управлении этими цифрами. Так же, как у этих ритуальщиков ватикановских, часть их знания это управление вот массами. Паситесь мирные народы, вас не разбудит честь и клич, а мы пастыри, у них же посох. То есть, получается, такие три точки силы, да? Это меч, войны, Америка. Англосаксы. Англосаксы, Ватиканы, это жрецы, и Иудеи, это финансовый центр. Да. Вопрос, дорогие подписчики, напишите в комментариях, а где, на ваш взгляд, находятся товарищи маги? Где центр сил находится те, кто чашу держит в этой всей истории? Это самое интересное. Никак не проявляется. Они игроки за сценой. Я вот Кастанеду люблю такой, есть писатель, знаете, и там тоже это правило описано. Оно там по-другому описано, но там тоже на 4, этот расклад на 4, да? Что там север, юг, запад, восток, разные типы энергетики есть. И вот эти западные называются игроки за сценой. Они всегда в тени, они всегда за сценой. У них такая параноидальная буквально страсть к тому, чтобы всегда быть в тени. Они не любят вообще выходить как бы на глаза, да? И вот они там маги. Чисто вот той магией занимался, вот этой традицией толтекской. Это вот были запад. Вот эти запады, это есть чаши. Они всегда находятся в тени, как бы. Но центр силы тоже есть. Это интересно. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я просто не дала, только как бы с этой информацией столкнулся. Какие-то, ну, мне часто снятся странные сны. Я карта витароне занимаюсь. Тут бац, такие расклады дали. Ну вот же, говорит, смотри, тын-тын-тын, все же вам оставили. Бам-бам-бам. Ну, распределение сил. То есть, должна быть еще какая-то четвертая, да, часть? Да. Нигде не обозначает, ты понимаешь? Везде всегда на три идет. На три идет, все. Вот там даже наши жрецы, войны, труженики. Четвертая где? Нету. Но она же есть. Скрытая пока. Да. И она скрытая и рулит этими тремя. В обход сознания ими управляет. Через идеи, через смыслы, через как-то еще, через сновидение, там, мало ли через что. Вот если ты хочешь серьезно с деньгами заниматься, тебе нужно присягнуть этим товарищам, понимаете, сынам дома Израилева. Ну, так или иначе, крупный бизнес, ну, так или... Ну, тебе нужно в их теме быть, правильно? То есть, присягнуть, так или иначе. Если хочешь быть воином, эта королева должна тебе меч на плечо положить и дать тебе благословение, как там Ельцину дала благословение, там, Вик кому-то всем раздает свои благословения, право на власть. Меч дает, понимаете. Сталину, вот они меч прислали. Если хочешь какую-нибудь свою церковь открыть, понимаете, это вот папе римскому обратись, пожалуйста, там, Томас тебе дадут или еще что-нибудь, да. А если хочешь к этому присягнуть, ты должен к кому обратиться? Где раздают, где этот Wi-Fi, где раздают этого типа власть? Это же интересно. Ну, Ельцин у нас присягнул и королеве, и папе римскому, вот, но в итоге все-таки счастлив не стал от этого. Кто, Ельцин? Да. А предатель когда бывает счастлив? Они же за счастьем гонятся. Ты пойми, за счастьем мы с тобой гонимся. Они гонятся с двумя вещами, деньги и власть. Им больше ничего не надо. Каково счастье? Счастье – это внутреннее твое состояние, это свет внутри человека. Понимаешь, когда у него радость, когда он людям приятно делает, и ему самому хорошо. Это вот счастье. А им власти деньги нужны. Вот им дали власти деньги. Хотел – на, получи. Взамен что страну сдал? Ну, вот, цена, предательство. Алан, заключительный вопрос такой. Считаешь ли ты, что арабы – семиты и иудеи, израильские, тоже семиты? Почему они тогда семиты и семиты уничтожают друг друга? Концепции разные. Мировоззрение разное. Семиты – семитами, но идеологии же разные. Кто им это внушил? Ну, кто внушил? Евреям внушил Моисей, наверное. Это же его, как бы, учение, да? Он, надо начальник Авраам, там, в исламе, соответственно, вот пророк. Принесли идеологию. Это основание же идеологии идет. Это идеологическая война. Это же не межплеменная какая-то. Это идеологическая. Ну, и опять же, там, вот он же хорошо, Френкель сказал, помнишь, мы с тобой уже сколько говорили, что они коррумпировали определенные, там, мусульманские народы, да, там, арабского востока. Он же сказал, этим мы дали, тем образование. То есть, как он рассказал, кого они коррумпировали, кого не коррумпировали. Френкель говорит, вот Иран еще нет, Хазбалла, там, да, то, что там персов они не могли. То есть, своих семитов, арабов, они смогли каким-то образом коррумпировать и, соответственно, выпилить из процесса. А вот персов, тоже мусульман, они не смогли это сделать. То есть, там, противостояние на Ближнем Востоке еще в этой плоскости идет между семитами и персами. Это очень давняя история. Понятно? Это очень давняя история. Со времен, наверное, Вавилонского плена какого-то. Противостояние. В новом в этом мире семиты будут дружить или все-таки вот эта рознь как-то их добьет друг друга? Не знаю, другие правила будут. И вся будет пересборка полная, понимаете? Они могут вообще уйти с исторической арены, как такой вот субъект. Ну, вот живут люди в Африке, понимаете? Живут они там, мы знаем, чем там занимаются люди где-нибудь в Кении, понятия не имею. Понимаете? Живут себе и живут. Вот точно так же мы не будем обращать внимания, потому что мы на них сейчас обращаем внимание, потому что мы интуитивно чувствуем, что они сила в этом мире. И они как сила притягивают к себе внимание. Ну, Австралия же не притягивает к нам своего внимания. Или там Вьетнам, прекрасная страна. Или там, не знаю, Камбоджа. Не притягивает, не притягивает. А почему Израиль притягивает? Потому что все подсознательно чувствуют, что это источник силы определенной. И туда внимание концентрируется. А когда сама сила уйдет оттуда, будет какая-то страна, будет себе жить и не будет привлекать ничего внимания. Источник силы уйдет. Может, тогда стоит людям какой-то другой источник силы дать, чтобы именно там концентрировалась энергия? А его дать нельзя, Вика. Он просто проявляется. Ты понимаешь, в чем дело? В этом все и дело. Почему Папа Римский, вот сейчас в Москву, там все переговоры туда-сюда, они чувствуют, что что-то из России придет. Понимаешь, что Папа Римский сейчас быстро выстраивает отношения с русскими? Сначала хотели силы, поняли, что силы не получаются. Он же тоже понял. Ты же видел, когда молния выбила ключ из святого Петра? Статую апостола Петра, расположенную на фасаде храма Богоматери Розария святого Николая в аргентинском городе Сант-Николас, ударила молния. Примечательно, что произошло это не только на родине, ныне здравствующего понтифика, но и в день рождения Франциска. Статуи не защитили громотводы на крыше храма, при том, что сама она находится невысоко от земли. Однако молния не уничтожила все изваяние. Статуя лишилась только двух элементов. Нимба над головой Петра и руки, держащие ключи. Десакрализация, воля неба. Конечно, они-то знаки читают. Это то, про что я тебе говорю. Они потеряли посох, эти потеряли меч, эти потеряли свою монету эту золотую. На картах золотая монета со звездочкой нарисована. Они потеряли это. Соответственно, эти потеряли тоже власть. И все ищут сейчас, где я, где я. Понимаешь, что уже не Ближний Восток, а где я? Ну, где-то вот тут. У них есть косвенные признаки. Я в Москве был на какой-то российско-китайской конференции. Ну, меня позвали, я вообще не китаевец, ничего. Но вот друг у меня был организатор. Приедь, приедь, приедь. Приезжаю туда, мы едем в аэропорт встречать этого, как бы, там, какой-то гуру. Гуру там, китайский гуру. Даосский, ну, даосс. Там много китайцев, встречаем его. Все, он вышел в халате, у него халат. Желто-красный халат. Драконами расшитый и белая рубашка. Вот такие расцветки. А у меня футболка такая же. Я на него смотрю, на меня смотрит. И мы так вот дня три общались через переводчика. Я говорю, а что вы вообще сюда приехали? Ну, что вы приехали в Россию? Он говорит, ты знаешь, мы, говорит, увидели, что огромный поток света идет из России. И меня прислали посмотреть, где это. И я, говорит, сюда приехал, понимаешь, что это не в Москве, короче. И я вот ему показываю сеть, я туда-сюда, знаешь. Он говорит, ты знаешь, я хочу построить у вас храм девяти драконов. Я говорю, а почему, говорю, у нас? Ну, говорит, потому, мы, говорит, приедем потом поговорим еще. Понимаете? Они понимают, что источник сил этой поменялся. Интуитивно чувствуют многие, где путь сейчас. И все это как-то с Россией связано. Это будет очень интересно. После этих китайцев все, оказывается, тоннель роют сейчас под нашими Кавказскими горами. Выходит он в Северной Осетии из Грузии. Там тоннель будет несколько десятков километров, четырехполосная трасса. Но это же все для торговли. Естественно, для торговли. Они все будут сюда сейчас стягиваться, понимаете? Под любым соусом. Сила не получается так. Папа будет по-хорошему. Китайцы будут по-своему предлагать. Все будут что-то предлагать. Главное, что сделать? Не продешевить. Дорогие наши товарищи руководители. Просто сидите и ждите достойных предложений. В каком смысле не продешевить? А то это тоже смахивает на торгашку. Они же любят дешево продаваться. Дали тебе бобовую бочку варенья и ящик печенья. И ты уже готов всю сакральность своей страны сдать, чтобы тебе просто дали возможность в самолете летать с какими-то девушками легкой ориентации. Как они страну сдали в 91-м году? Я вот за это говорю. Так у них нет знаний, чтобы они их сдавали. Поэтому и могут сдать, понимаете? Когда есть знания, ты понимаешь ценность чего-то. Тогда ты понимаешь его цену. А когда ты не понимаешь, ты думаешь, а это фигня какая-то, на, забирайте, нам не надо. Давайте нам, вот вам миллиард долларов. Ну да, забирайте там, Кавказ этот забирайте, еще что-нибудь забирайте. Вот надеюсь, такого не будет. Потому что сейчас предложения будут очень интересные. Папа Римский не просто папа, он папа-изуит, понимаете? Он глава ордена иезуитов, членом которого, кстати, является вот Арестович, который сейчас у нас главный русский патриот утопит. Он из ордена иезуитов, как он сам позиционировался. Понимаете? И они все сюда ломятся. Договариваться готовы, да, и фикс это и Украина, и границы признаем, только давайте пустите нас к себе. Зачем? Ответьте себе на вопрос, дорогие наши руководители, зачем они вдруг сюда все прутся? Китайцы, эти, эти. Причем это же и жречество прется, понимаете? Это же не барыги лезут. А им что-то здесь надо. Спасибо. Друзья, с нами был Алан Мамиев. До свидания. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok